Девушки отдыхают Связь с учеником привела молодую учительницу на скамью подсудимых. Должен ли подросток нести ответственность за ребенка, который у них родился, узнаем в суде. В моем советском детстве меня вот так вот приводили в детский сад. Никакая мама со мной не сидела ни два, ни три часа, чтобы я привыкла. И воспитательница как-то с 30 детьми справлялась. Блогерша давала советы по воспитанию чужих детей. Но не смогла воспитать своего. Ошибки она признавать не хочет и винит в проблемах девочки-воспитателей детского сада. Вы понимаете, она соблазняла моего ребенка. Если бы не произошло убийство, я бы попадала в суд на то, что она собрала малолетнего. От любви до убийства один шаг. Педагог по истории соблазнила старшеклассника и поплатилась за это жизнью. Истец требует выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего внука с матери его отца. Ответчик иск признает частично. Истец, поясните, пожалуйста, вы просите установить алименты на содержание кого? Ваша честь, я прошу взыскать алименты с матери отца моего внука. Дело в том, что отец моего внука... Подождите, подождите. С матери отца моего внука? Да. А, то есть с бабушки вы имеете? С бабушки. Я тоже бабушка. И она бабушка. Но вот дело в том, что отец ее сын, он несовершеннолетний. Несовершеннолетний, да? Да. Сейчас ему 16 уже исполнилось. Он не может оплачивать, к сожалению, алименты, потому что учится. Ну, вот поэтому прошу взыскать алименты в твердой денежной сумме. 20 тысяч рублей с его матери. На несовершеннолетнего ребенка, правильно? На моего трехмесячного внука Митю. Да. Так вот у нас получилось, к сожалению, моя дочь, она работала учителем физики в школе. И, ну, оступилась. Получилась у них связь с сыном Ириной Викторовной. Не оступилась, совратила. Воспитывать дочь свою надо было. Правильно. Ваша честь, дело в том, что там неизвестно еще, кто кого совратил. Потому что ее сын, он прям вот как Боров накачанный. Истец, истец, истец. Не дашь 15 лет. Да что вы такое говорите? А моя дочь, она худенькая, скромная. Она что, не знает, в каком классе она преподает эту физику? О чем вы говорите вообще? Истец и ответчик. Скажите, поясните, пожалуйста, суду, когда, ну, вот выяснились все эти обстоятельства, уголовное дело возбуждалось? Дело в том, что, да, сначала, нет, сначала мы хотели все это скрыть. Я даже сама не знала, кто внук у меня будет. И она ничего не говорила мне. А потом, когда внука надо было зарегистрировать, мы бы тоже зарегистрировали бы на нее и все. Ну, прибежал Миша сам, говорит, нет, я хочу, чтобы меня вот признали отцом официально, я все скажу, это и маме расскажу, это радость-то какая. Да какая радость? Он сам еще ребенок, 15 лет, парню, о чем вы говорите? Как он может рассуждать? Ну, любили, я не знаю, но любили друг друга. Он сам захотел, пришел вместе с ней в ЗАГС, оформили они. Вот свидетельство об установлении отцовства, вот свидетельство о рождении, все у меня есть. И потом стал звонить бабушке, а бабушка сразу же в полицию подала, и все. Конечно, в полицию. А как не пойти в полицию ребенку, 15 лет? Уже 16 ему исполнилось, но вот посчитали они в полиции, что связь-то раньше началась, и... Ну, теперь вот отбывает моя дочь три года лишения свободы, и я назначена опекуном. Да мало отбывает, 10 тебе надо было дать за такие... Что вы говорите? Какие 10? Еще неизвестно, кто кого вообще... Дочь свою надо было воспитывать правильно. Ответчик, ответчик, без советов, пожалуйста, давайте без советов. Вот, и я сейчас назначена опекуном. Что и 3, и реально дали срок 3 года. 3 года дали, да. Вот. И теперь я сижу с внуком, не могу работать, к сожалению, вот, потому что... Ну, ушла со своей работы, нужно внуком заниматься. Ну, взяла работу на дому, диспетчера на телефоне, 13-15 тысяч где-то у меня в месяц получается, плюс опекунский 14-300. Но, вы знаете, в вашей части этих денег крайне не хватает, потому что это только вот на памперсы и на... Мне, пожалуйста, свидетельство о рождении ребенка, договор на опекунство и приговор суда, если можно. Да, вот все. Вот медицинская карта еще... Мой внук болеет, вы знаете, вот что самое главное. Пока достаточно. У него очень тяжелое сейчас состояние. Я, ваше слово, слушаю, ответчик. Ваша честь, я с иском не согласна. Я готова, раз так уж положено по закону платить 5 тысяч рублей, и не рублю больше. А почему вы считаете, что по закону 5 тысяч рублей? Ну, алименты. Ваша честь, нам этого не хватит. Естественно. А почему 5-то, скажите мне? Да потому что больше я не готова и не собираюсь давать. Нет, подождите. Понимаете, если бы у нас закон был так сформулирован, что каждый платит столько, сколько он готов заплатить. Вы говорите, я буду платить по закону. Ваша честь, она 150 тысяч получает. Естественно. По какому закону-то можете мне сказать? Да я вообще не собираюсь ничего платить. Ребенок несовершеннолетний. Ее дочь собрасила его, а теперь ей тянут из меня деньги. Ответчик. Значит, мама ребенка отбывает наказание. Давайте мы не будем к этому возвращаться. Да, у нас с вами суд все установил. Все как бы получили то, что должны были получить. Ведь сейчас ваш сын не отрицал того обстоятельства, что он является биологическим отцом ребенка. Он в настоящий момент, поскольку несовершеннолетний и не может, у него нет постоянного источника дохода. Следовательно, он не может содержать ребенка. У нас в этом случае алименты взыскиваются с бабушек и дедушек. Дело в том, что я получаю, как истица говорит, не 150, а 130 тысяч, ваша честь. И она не рассказала, что после вот этого вот суда, над этой, мой сын пришел домой и хотел покончить жизнь самоубийством. Наглотался таблеток, его еле откачали. Благо, что я вовремя домой пришла. Ну и после этого его поставили на учет в психоневрологический диспансер. Сейчас с ним работает психолог. Не надо было мою дочь срабатывать тоже денег. И без ваших советов обойдемся. На это идут немалые деньги. У ребенка подсажена печень. Вы говорите, что из этих 130 тысяч вы тратите достаточно большое количество денег на лечение сына, правильно? Да, Ваша честь. Документы мне дайте. Пожалуйста, ежемесячно я перевожу своей матери на содержание и на лечение сына и ее содержание. 70 тысяч рублей. Ваша честь, но мы тоже... Здравствуйте. У меня пенсионерка. Что значит на содержание матери и сына? Ну, сын живет сейчас с мамой. Понятно, он от вас ушел, правильно? Нет, я его туда отправила, к матери, в Нижний Новгород, чтобы он там жил подальше вот от этого всего. Чтобы он спокойно проходил лечение и закончил школу. Не забудет, они любят друг друга. Все равно успокойтесь вы со своей любовью. И дальше парню нужно закончить школу и нужно поступить. Вы знаете, Ваша честь, я его воспитывала с 5 лет сама. И никто мне не помогал. Да может, не надо было все это трогать? Скажите мне, пожалуйста. Ваша честь, ну как не трогать, если поломана у парня, поломана жизнь? Ответчик, ответчик. Ну, может быть, не надо было вообще трогать. Они как-то сами были способны разобраться. Да не способен ребенок в 15 лет принимать такие ответственные решения. Ой, вы бы заглянули бы у нас в семейный кодекс и посмотрели, что такое возраст согласия. А вы все мне 15 лет до 15 лет. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. В моем советском детстве меня вот так вот приводили в детский сад. Никакая мама со мной не сидела. Ни два, ни три часа, чтобы я привыкла. И воспитательница как-то с 30 детьми справлялась. Из-за плачущей девочки на три дня была парализована работа детского сада. Что это? Не профессионализм воспитателей? Или наплевательское отношение матери? Вы понимаете, она соблазняла моего ребенка. Если бы не произошло убийство, я бы подала в суд на то, что она совращала маловетнего. Подросток зверски зарезал молодую учительницу. Мать мальчика утверждает, что сын был влюблен в убитую. И та сама спровоцировала его ревность. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, иск о взыскании алиментов удовлетворяет и взыскивает с бабушки ребенка, то есть от соответчика, на содержание несовершеннолетнего внука алименты в твердой денежной сумме, равной полуторакратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. Суд взыскивает с ответчицей алименты на содержание ее малолетнего внука, потому что в случае невозможности получения содержания от своих родителей, несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, имеют право на получение алиментов от своих бабушек и дедушек, которые обладают для этого необходимыми средствами. В данном случае отец ребенка, сын-ответчица является несовершеннолетним, обучается в общеобразовательной школе и, следовательно, не имеет постоянных средств для уплаты алиментов. То есть ребенок несовершеннолетний не может получать содержание от своего отца. Бабушка-ребенка, то есть ответчик, является трудоспособной, работает и имеет заработную плату. При определении размера алиментов суд учел, что бабушка-ребенка обязана в данном случае обеспечивать и своего несовершеннолетнего сына, то есть отца-ребенка, и в том числе вы исполняете обязательства по содержанию вашей матери. Поэтому суд пределал алименты в сумме, равной полуторакратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка для того, чтобы обеспечить малолетнему необходимые жизненные потребности. В настоящее время в Москве в соответствии с постановлением правительства 12 марта 2019 года прожиточный минимум для ребенка установлен в размере 13 747 тысяч рублей. Полуторакратный, то есть это 13 плюс еще половинка от 13. Суд в данном случае ограничивает взыскание с вас непосредственно до достижения отцом ребенка совершеннолетия. То есть в тот момент, когда ваш сын достигнет совершеннолетия, то обязанность по уплате алиментов будет возникать у него. Если он не будет после совершеннолетия выплачивать установленный размер, установленные алименты в твердой денежной сумме, истец будет иметь право, если вы к этому моменту еще будете исполнять обязанности опекуна, в защиту интересов ребенка обратиться с исковыми требованиями взыскания алиментов непосредственно к отцу ребенка. Это понятно, ответчик? Понятно. Истец, вам понятно? Да, спасибо. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Этих денег нам пока что хватит, а выйдет моя дочь, и мы уж сами справимся. Мало что жизнь испортили моему ребенку, так теперь еще и плати. Ну, куда деваться, будем платить, там уж дальше будем разбираться. Истец требует компенсировать материальный ущерб. Ответчик заявляет, что нахождение ребенка в детском саду пагубно влияет на его здоровье. Я вас слушаю, истец. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. И моя профессиональная деятельность, я профессиональный блогер и инстаграмер. То есть это моя работа. Моей жизнью в социальных сетях интересуются нескольких, ну, порядка нескольких десятков тысяч человек. И моя, у меня есть дочь, Анита. Ей пять лет. И наши с ней фотографии в одном конкурсе набрали несколько сот тысяч лайков, что позволило мне выиграть конкурс «Мама Рунета». А в свою очередь это привело к тому, что я получила контракт. Я получила контракт с одним интернет-каналом, и я стала ведущей. Я веду программу теперь о воспитании детей, как работать с детишками, как даже работать с родителями. Вот. Это все очень замечательно, это все прекрасно. Я очень люблю свою новую работу, но мой пятилетний ребенок, она не может постоянно находиться со мной на съемочной площадке. И я решила отдать к своему глубокому сожалению в детский сад. Честно говоря, вот самый важный момент, что меня подкупило в этом заведении, у них есть пятидневка. Хорошо, я прихожу, узнаю, что теперь, оказывается, отдать ребенка в детский сад стоит 35 тысяч в месяц. Даю им ребенка, и получается какая-то полная чехарда. И я им, кстати, когда давала своего ребенка, я сказала, вот именно эта неделя, именно эта неделя, у меня очень загруженная, очень. Вы профессиональные педагоги, психологи, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы вы заменили ребенку маму. Окей, первый день, первый день. У меня, я занята, у меня фотосессия, у меня люди, извините, прилетели из Франции. Звонок, звонит мне воспитательница. Ваш ребенок плачет. Я говорю, ну, так, вы, конечно, все замечательно, но вы воспитательница, это ваша профессиональная обязанность, ну, успокойте ребенка. Вы наорали на наших коллективах. Ответчик, ответчик, ответчик. Это вот, я смеюсь, потому что это очень абсурд. Второй день, мне звонит воспитательница и чуть ли не орет на меня в трубку, ваш ребенок плачет, приедьте, успокойте ребенка. Я говорю, извините, вы чему учились в педагогическом институте в своей молодости, что вы мне ребенка не можете успокоить пятилетнего? Что вы требуете меня? И на третий день у нас происходит полный катарсис. Мне звонит воспитательница и говорит, что если я сейчас же не приеду и не заберу своего ребенка, они вызовут полицию. Они вызовут полицию для кого? Для пятилетней девочки? А по условиям договора, у вас в условии договора входит, что вы имеете возможность оставлять ребенка на ночь? Так, конечно, это же один из пунктов, как детское учреждение, вы наплатите деньги, вы можете на пятидневку ребенка оставлять. Скажите, пожалуйста, а дошкольное учреждение как должно знать, что у них ребенок остается на ночь? Подождите, я когда оставила ребенка, я сказала, что я эту неделю занята, меня не... Нет, естественно, между занята и у меня ребенок остается на пятидневку, вот лично для меня это большая разница. Ну, честно говоря, мы живем в 21 веке, я думаю, это век каких-то коммуникаций, я думаю, детский сад может мне позвонить, они же мне позвонили три раза, и три раза они требовали моего присутствия. И вы наорали на наш коллектив, обозвали всех бездарно. И в этой ситуации, когда вы обзвали из детского сада, вы не приехали? Я на третий день приехала, конечно, после уже заявления о полиции, я поняла, что происходит. Ребенок первый день в садике, на третий день приехала мама. У меня ребенок в слезах, в соплях бросается мне в ноги, он у меня весь в синяках. Господи, это вообще такое было. Мы, кстати, пошли в клинику, сделали освидетельствование, да, и, ну, есть травмы, есть ушибы у ребенка. Я так и не... Я думаю, или камера надо как-то поднимать, запись, почему у ребенка ушибы. Они мне доказывают, что она билась чуть ли не головой, а пол. Это смешно. Я думаю, что какое-то, может быть, даже рукоприкладство было, я не знаю. Это вот сейчас вот все надо будет решать, наверное, через камеры. Но я сделала освидетельствование. И я ребенка забрала, и мне заведующая сообщила, мы вашего ребенка исключаем в одностороннем порядке, она социальна. Я говорю, вы мне хотите сказать, что у меня ребенок маугли, что ли? Что значит, что социальна? Она неуправляемая. Я говорю, слушайте, вы здесь 10 педагогов, заслуженных, не можете с 5-летней девочкой справиться. Мы ее исключаем. В общем, они со мной разорвали контракт. А мама бросает ее на 3 дня. Что я от них хочу? Первый раз жизни. Что я от них хочу? Поскольку у меня ребенок, на самом деле, странно теперь начал себя вести. Мы ходили к психологу, чтобы вот эту травму немножко подкорректировать. Я хочу от них 150 тысяч, которые я потратила на психолога на детского, после посещения этого детского заведения. Хочу те 400 тысяч, которые я потеряла после того, как вот эта произошла история, естественно, не могла заниматься, не могла довести проект свой до конца. У меня возникли проблемы с продакшеном, и они со мной разорвали контракт, и я потеряла деньги. Я хочу еще те деньги, которые я потеряла. Я хочу 450 тысяч за моральную травму. Естественно, а вы можете доказать, сколько денег вы потеряли? Я, честно говоря, даже не подумала. Значит, у вас доказательств того, что с вами разорвали контракт, и вы недополучили эти деньги, у вас сейчас нет? Нет. Нет. Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Ваша честь, детский сад действительно круглосуточный. Мы действительно заключали контракт с Ольгой Аркадьевной на посещение ее ребенка на пятидневку. Но когда ребенок приходит первый раз в детский сад, вы же понимаете, что это новый коллектив, новые воспитатели, новые лица вокруг этого ребенка. Конечно, мы на такое не идем, чтобы оставить его сразу с понедельника по пятницу. Ребенок изначально посещает несколько часов в присутствии мамы детский сад. И это логично. Ребенок таким образом вливается в коллектив. В моем советском детстве меня вот так вот приводили в детский сад, и никакая мама со мной не селила. Ни два, ни три часа, чтобы я привыкла. И воспитательница, как бы, 30 детей исправлялась. Вы обязаны были, Ольга Аркадьевна, все-таки оставить ребенка на целый день, только спустя несколько дней. И посмотреть, как... А это есть в договоре условия? Да, в договоре. Это было и устно все произнесено, это было и в договоре все указано. Что сделала Ольга Аркадьевна? Она изначально привела ребенка, привела Аниту, раздела, пихнула ее в группу, толкнула к деткам и убежала. У ребенка истерика, мамы рядом нет, кругом новые лица, новые дети, куда попал ребенок, неизвестно. Извините, у вас педагоги работают? И она начала истерить. С ней работали, с ней работали педагоги, нянечки, ее занимали игрушками, ей читали книжки. Ни на кого ребенок не реагирует, ни на детей, ни на то, что происходит вокруг. Вы понимаете, что происходит с ребенком? Конечно, у нее нервный срыв. Ладно, мы звоним маме, мама берет трубку, оскорбляет весь персонал, что мы лодыри, что мы такие сяки, не можем успокоить ребенка, что мы бездарности набираем гастарбайтеров. Просто ребенка выпихнули. Вы понимаете, что получается дальше? С ней второй день работали, девочка остается на ночь. Первый день остается на ночь. Я ее вынуждена была увезти к себе в кабинет. С ней там работали, опять же, педагоги ночные. С ней работала я, как заведующая детского сада. Что вы делаете? У вас остается один воспитатель на ночь? Ребенок только успокоился к двум часам ночи. Она просыпалась, засыпала опять схлипывая. Мама, мама, мамы рядом нет. Мы не знаем, что делать. Мы звоним маме утром. Мама отключает телефон. У нее съемки. Съемки дороже, чем ребенок. Второй день ребенок бьется в истерике, ничего не кушает. Мы вызываем уже психолога. Психолог с ней разговаривает. Девочка на контакт никому не идет. Без мамы ни с кем не разговаривает. И только вот на третий день, смею заметить, без мамы ребенок оставался в детском садике три дня. Ничего не кушала, только пила воду. Отказывалась от всего. Только на третий день мы вызываем. Психолог приходит еще раз. И вы знаете, то, что мы услышали. Одну минуту. Дело в том, что психолог ее разговаривал. И вот такое мы услышали. Мама. Мама. Почему ты плачешь? Мама, я бросила. Мама, тебя не бросила? Нет, вы мне скажите, а то вы слышите, а я не очень. Что ребенок говорит? Ну вот, девочка, хорошо, я перескажу. Я могу эту запись вам дать на исследование, на самом деле. Девочка говорит о том, что если она себя будет плохо вести, то мама ее бросит. И девочка этого боялась. И это все сыграло роль того, что девочка так себя повела в детском садике. Что она три дня наплакала. Она даже билась головой о пол. Мы ее брали на руки, сажали, вызывали, когда уже врача. Вот у меня есть справки. Медицинские справки. Вот почему у вас ребенок бьется головой о пол? Потому что матери нет рядом. Девочка, пяти лет, у вас бьется головой о пол. Вы понимаете? Да, потому что матери нет рядом. На три дня ребенка можно было как оставить вообще. Да, мать работает. Вы сами-то договор читали? Нет, надо было повниматься. Нет, я читала, я окинула взглядом. Но, честно говоря, вот так. Надо было мне, конечно, с юристом. У вас здесь конкретно вписана ваша обязанность. Это была ваша обязанность. Вы хотите сказать, что они имели право расторгнуть этот договор? То есть вы понимаете, что вы не исполнили взятые на себя обязательства, они прописаны в договоре. А вы понимаете, что вы расторгли договор в одностороннем порядке. Скажите, пожалуйста, а что значит ответчик «расторг договор в одностороннем порядке»? Она мне сказала, что у меня ребенок исключенный. Я больше там не появилась. А какой-то приказ был издан. Дайте мне, пожалуйста. Да, 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 да. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, они мне выдали. Да, будьте добры, пожалуйста. Сколько вы заплатили за один месяц? 35. 35, да? Да. Три дня она была. А почему 150? Это, которое я на психолога потратила. У меня ребенок... 150 тысяч я потратила на психолога, когда мы корректировали пост травмы после посещения данного дошкольного заведения. В данном случае у нас, естественно, смогла подтвердить понесенные ею расходы на лечение ребенка, который ребенок не мог получить по полису бесплатного медицинского страхования. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Вы понимаете, она соблазняла моего ребенка. Если бы не произошло убийство, я бы подала в суд на то, что она совращала малолетнего. От любви до убийства – один шаг. Педагог по истории соблазнила старшеклассника и поплатилась за это жизнью. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным поисковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет частично и взыскивает с ответчика в пользу истца 35 тысяч рублей. В остальных исковых требованиях суд отказывает. Суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме по следующим основаниям. Между сторонами был заключен договор на оказание образовательных услуг в дошкольном учреждении для малолетнего ребенка истецы. В соответствии с условиями договора, в первые дни пребывания ребенка в дошкольном учреждении истеца должна была оставлять своего ребенка для адаптации на короткий промежуток времени, а в случае первой необходимости по первому звонку незамедлительно являться и забирать ребенка. Однако данное требование договора истецы было не исполнено. Истеца оставила ребенка на трое суток. На телефонные звонки с просьбой приехать и забрать плачущего ребенка в данном случае истец не реагировала. В связи с невозможностью исполнения образовательных услуг вследствие действий обучающегося, ответчик в данном случае расторг договор в одностороннем порядке. В данной ситуации суд считает, что истец не исполнила взятые на себя обязательства по договору. Однако суд не может признать правомерным расторжение договора в одностороннем порядке. В этом случае суд, проведя истолкование договора, считает, что договор был прекращен в соответствии с правилами части 7 статьи 54 Закона Российской Федерации об образовании Российской Федерации, в данном случае, который предусматривает возможность досрочного прекращения договора, если действия по невозможности исполнения взятых на себя обязательств образовательного учреждения, действия непосредственно были либо действиями обучающегося, либо действиями его родителей. В остальной части иска суд отказывает. Поскольку истец не смогла представить каких-либо доказательств материального ущерба, а именно оказание платных медицинских услуг для ребенка, а также вы не смогли представить доказательств того, что поведение ответчика привело к недополучению вами дохода по вашему месту работы. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. После сложившейся ситуации, я думаю, что я сама доведу своего ребенка до школы, она будет сидеть дома со мной. Но об уровне профессионализма педагогов в наших дошкольных заведениях я сделала свой вывод. Уважаемые родители, берегите и любите своих детей. Помогайте им адаптироваться в нашем обществе, тем более в детском садике. Истец просит компенсации морального вреда за убитую жену. Ответчик иск не признает. Я вас слушаю, истец. Здравствуйте, Ваша честь. Я хочу рассказать, почему я обратился. Дело в том, что сын, 14-летний сын ответчика, убил мою жену. И я хотел бы, чтобы мне возместили за моральный ущерб 500 тысяч рублей. И ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка 32 тысячи рублей – это размер заработной платы. Сколько, простите, вы сказали? 32 тысячи рублей каждый месяц. Это размер заработной платы моей жены, моей покойной жены. Моя жена сразу после института пошла работать учителем. Потом родила и полгода всего же была в декрете. И потом этот сын, Дмитрий, он начал ее доставать. То есть она просто ему ставила плохие оценки, потому что у него успевание было слишком низкое. Она так вызывающе одевалась. Она вообще недостойна была под учителем. Истец, истец, и ответчик. Было, наверное, расследование, правильно, да? Да, было расследование. Получается, по статье 111, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Но его мамаша взяла, я не знаю, что она сделала. Сделала ли поисправки или еще что-либо. Ваша честь, у меня ребенок с детства болен. Простите, пожалуйста, истец, у нас такие тяжкие преступления, которые заканчиваются, к сожалению, смертью потерпевшего, назначается обязательно. Просто это по-другому не происходит. Назначается экспертиза. Просто я уверен, что они отмазали его, потому что как может человек психически больной учиться с нормальными людьми в нормальной школе? Каким образом это вообще происходило? Он был признан невменяемым? Да, да. И освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемостью? Да. Он на принудительное лечение направлен был. Что вы говорите, надо же. Ну это когда признают невменяемым, отправляют на стационарное принудительное лечение. Просто как неменяемый человек мог учиться с нормальными детьми? Он тогда, когда жена моя была жива, он тогда еще доставал ее. Паша честь, пока его жена не пришла в школу, у меня ребенок нормально учился, все было хорошо. У вас был поставлен диагноз ребенку с детства? Да, у нас был поставлен диагноз, но у него крайне редко были рецидивы. Я работала на дому, я тянула ребенка, он нормально учился. А какой диагноз был поставлен? Психопатия. Он поступил в первый класс, он учился, да, практически на дни тройки. Иной раз редко, но были и четверки. Трудовой коллектив школы, педагоги были информированы с вашей стороны? Да, были информированы. Были информированы. Как он говорит, что оценки нам натягивали, но это уже не так важно. Он все равно его переводили из класса в класс. Я сама лично с ним занималась. Я так мечтала, чтобы у меня ребенок окончил нормально школу, понимаете, доучился до девятого класса, и чтобы у него хотя бы какое-то будущее было. По закону же он должен учиться в специальной школе. У тебя нормальный ребенок родился, ты бы знал какое-то горе. Вы понимаете, что вы несете? Он убил мою жену. У меня ребенок остался один со мной. Я один с ребенком на руках. Ваша честь, я понимаю, лишить человека жизни, это страшнее быть, ничего не может. Но она провоцировала его. Я с ней неоднократно разговаривала. Она одевалась вызывающе. В нее все мальчики класса были влюблены. Она молодая девушка была. Как она вызывающе одевалась? Ваша честь, но вы согласитесь со мной, если его жена выбрала профессию учителя, то она должна была себя вести подобающим образом. Подождите, отечек, хорошо. А вы к директору школы обращались? Конечно. Конечно, на родительском собрании Викторию Юрьевну вызывали, и директор при родителях, не я одна, была против вот такой формы одежды и вызывающим поведением учителя. Что ей еще одевать нужно было? Она должна была вести себя как учитель. Она для детей должна быть авторитетом. И ни в коем случае не вызывать у детей сексуальных желаний. В подростковом возрасте он убил мою жену. Я не с вами разговариваю. Ваша честь, и директор школы сделала замечание при всех. Да, она поменяла одежду, она стала более строго одеваться, хотя раньше позволяла себе и короткие юбки, и обтягивающее платье. Но фривольное поведение у нее осталось. Послушайте, моя жена вас пожалела. Она вашего сына училась с ним, занималась репетитерством совершенно бесплатно. Понимаете, она соблазняла моего ребенка. Если бы не произошло убийство, я бы подала в суд на то, что она возвращала маму лидера. Подождите, истец, хорошо. Подождите сейчас, истец, не мешайте мне, пожалуйста. Ответь, вы меня хотите в чем убедить-то? Размер иска, который он требует, что у нас и так, понимаете, нам жить не на что. Это нормальный размер, это даже мало за убийством человека. Истец, истец. Понимаете, у меня ребенок после лечебницы, я не знаю, что ему там вообще колят. Вы меня поймите, как мать, он вообще овощем оттуда может выйти. И я еще должна им платить деньги, у меня муж инвалид второй группы. Обязано это сделать, обязано. А посмотрите, в материалах дела написано, при каких обстоятельствах было найдено тело. Отвечек, еще раз, я не могу давать переквалификацию. Ну, поймите, если вы не согласны с приговором, если вы не согласны с постановлением, обжалуйте, идите в прокуратуру, просите, чтобы они в порядке надзора еще раз проверили. Я некомпетентна, у меня нет полномочий, понимаете, в чем дело? Я понимаю вас, я понимаю. Но то, что он еще требует, то, что он сломал нашу жизнь, нашу семью. Я сломал вашу жизнь. Моего ребенка, если бы не его жена, у нас было бы все в порядке. У вас есть справка о размере дохода? Какой доход у вас? У меня муж инвалид второй группы, у него пенсия по инвалидности 13 тысяч рублей. Я сейчас вообще не работаю, я подрабатываю на дому, чтобы как-то свести концы с концами. Справку дайте мне, пожалуйста. Так, суд удаляется для принятия решения. В следующей программе. Я очень серьезно отношусь к своим отцовским обязанностям. Это мой ребенок. Я люблю меня, как свою родную боль. Ты незаконно ее удержишь. Верни мне моего ребенка. Девочка-подросток сбежала к бывшему отчиму. Почему ребенок не хочет жить с родной матерью? И что связывает ее с мужчиной? Ваш благородный сын Иван приходил с собой 100 миллионов рублей и куда-то смылся. Уважаемый суд, это она его подставила. Я никого не подставила. Подставила, вы имеете в виду, что посадила на самолет или как? Да, отправила на Мальдивы со 100 миллионами рублей, да? Мачеха ворочает миллионами, пока ее пасынки перебиваются с хлеба на воду. Удастся ли бабушке детей получить деньги с предпринимательницы? Ну ты же нигде не живешь. Ты по коммуналкам шляешься с каким-то там... Я живу в комах. Живи в этой же поселке. И потому что ты у нас забрал квартиру. Вот и все. Чтобы воздействовать на непокорную любовницу, мужчина забрал у нее сына и выгнал из своей квартиры. Может ли несчастная претендовать на утраченную жилплощадь? Узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, приведя процесс с обязательным участием прокурора, заявленные исковые требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца суд удовлетворяет и взыскиваясь родителей несовершеннолетнего до достижения вашим сыном 18-летнего возраста в пользу ИСА в счет возмещения ущерба, причиненного смертью кормильца, ежемесячное содержание на ребенка в размере 16 тысяч рублей. Суд взыскивает несовершеннолетнего ответчика по достижении им 18 лет, то есть вашего сына, когда он достигнет 18 лет, в пользу ИСА в счет возмещения ущерба, причиненного смертью кормильца, ежемесячное содержание в размере 10 тысяч рублей на ребенка до достижения ребенком 19-летнего возраста. Суд удовлетворяет иск о возмещении вреда, причиненного в результате смерти кормильца, поскольку лицо, причинившее ущерб, обязано его возместить в соответствии с правилами статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной ситуации 14-летний сын ответчиков виновен в смерти жены ИСА, матери их ребенка. Совершив притупление, предусмотренное частью 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. В данном случае несовершеннолетний причинитель вреда не работает, доходов не имеет, находится на принудительном медицинском лечении. Поэтому суд взыскивает с родителей несовершеннолетнего ответчика до достижения 18-летнего возраста, в пользу и со счет возмещения ущерба, причиненного смертью кормильца, ежемесячное содержание на ребенка в размере 16 тысяч рублей. В данном случае суд снизил взыскание с ответчиков содержания, в данном случае на возмещение ущерба на содержание ребенка, в связи с потерей кормильца с 32 тысяч рублей до 16. С учетом того обстоятельства ответчик временно не работает, а муж-ответчик является инвалидом второй группы, получает незначительную пенсию по инвалидности. Суд также учел то обстоятельство, что в связи с потерей кормильца государство выплачивает вам соответствующую пенсию на содержание ребенка. Суд также принимает решение, что по достижению вашего ребенка в 18 лет он также будет обязан выплачивать деньги в счет возмещения ущерба, связанного с потерей кормильца, в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Суд хотел бы разъяснить следующее, что если по достижению 18 лет ваш сын будет признан недееспособным, то в этом случае ему будет назначен опекун, и тогда обязанность по вылупу указанного пособия будет передана опекуну. Суд также считает необходимым удовлетворить заявленные исковые требования о возмещении морального вреда, поскольку несовершеннолетний сын ответчиков причинением смерти жены истца причинил ему и ребенку фактически и нравственные срадания, поэтому ответчики обязаны возместительству, в том числе и моральный ущерб. Определяя размер морального вреда, суд исходил из требований разумности, справедливости и тяжести совершенного преступления, и считает, что размер возмещения должен составить 200 тысяч рублей. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Твоей жене в секс-шопе надо было работать, а не учителем. Моя жена была красива, не то что ты. Решение суда Иск удовлетворить частично Суммы выплат нам хватит с дочкой. Мы будем спокойно жить. Мы довольны решением суда. Я не представляю, как жить дальше. Где взять эти 200 тысяч? Как я буду 15 лет по 16 тысяч выплачивать? Я просто не представляю. Будьте внимательны. Истец, вы будете суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете государству, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последней объедки и рыдает от голода, ваша честь. Судья Елена Дмитриева в проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете. Нет, метод УМУ не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова